Давайте возьмем Библию, скажи, у меня есть Слово Божие, и сегодня я буду изучать его, изменюсь, оно обновит мой разум, я буду знать Бога и ходить с Ним по этой земле в вере, надежде и любви. Есть Слово Живого Бога, которое стало плотью и кровью, все, что я буду изучать сегодня, станет плотью в моей жизни, и я принесу множество плода и великую славу Богу. Аминь. Аллилуйя. Это месяц Шват, от слова Шевет также, власть, Шевет это посох или жезл, власть, но также Ходыш Шват или месяц Шват говорит нам о сеянии, друзья, это месяц также сеяния, но сегодня я хочу чуть-чуть в другом ракурсе поговорить, я хочу сегодня больше о крови поговорить, кровь, хорошо? Аллилуйя. Откройте вместе со мной Иоанна 19 главу. Иоанн 19 глава. Слава Богу. Скажи слава Богу. Аминь. Иоанн 19 глава. Аллилуйя. Девятый стих. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе. Мы знаем, что Иишуа также говорил еще такую вещь. Имею власть отдать свою жизнь и имею власть принять ее назад. Но я хочу, чтобы вы понимали одну вещь. Почему Иишуа имел власть? Многие люди думают, что Иишуа имел власть, потому что он Сын Божий. Многие люди думают, и в этом есть часть истины, что Иишуа имел власть, потому что он Слово Божие. И в этом тоже часть истины. Многие люди думают, что Иисус, он действовал как Бог на земле, но это уже неправда. Нету в этом никакой истины. Иисус действовал на земле только лишь как человек. Только лишь как человек. Теперь. И поэтому он имел власть отдать свою жизнь и принять, потому что он был Богом. Но это неправда, друзья. Несмотря на то, что, хотя сейчас это немного страшно для иудеев, то, что я скажу, что Иисус Бога человек, несмотря на это, Иисус не действовал на земле как Бог. Он не поэтому имел власть отдать жизнь и принять ее. Он имел власть отдать жизнь и принять ее, потому что он возлюбил Бога Отца и возлюбил ближнего как самого себя. Он говорит, я это делаю, все это делаю для того, чтобы, потому что, то есть, извините, для того, чтобы прославить Отца и потому что я люблю Отца. Оказывается, настоящая власть приходит из-за любви. Но любовь это не просто разговоры. Любовь начинается с разговоров. Любовь это действие, друзья. Любовь начинается со слов. Агнец закланный за нас до начала мира. Любовь начинается со слов. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и в этой жизни был свет для всех человеков. И свет во тьме светит, и тьма что? Послушайте, друзья, любовь это действие. И когда власть вне любви, то это манипуляция и контроль и господство, которое не от Бога. Когда власть из-за любви, тогда она действенна. И смотрите, как интересно Иешуа проявляет эту власть. Иешуа проявляет эту власть не только изгоняя бесов, исцеляя больных. Это была часть того, что Он делал в этой власти. Но полностью Его власть проявилась тогда, когда Он отдал свою жизнь на кресте. Он же говорит, я имею власть отдать жизнь и имею власть принять. Потому что Бог даровал Ему эту власть, друзья. То есть, о чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что наивысшее проявление власти, это когда ты можешь отдать самого себя ради Бога. Никто не просит нас сегодня умирать на кресте. Сегодня никто не просит нас быть на кресте. И сегодня, друзья, я говорю о том, что мы имеем власть поступать так или иначе. Вы со мной. Мы имеем власть поступать так или по-другому. Мы имеем власть, друзья. Не кто-то за нас. Не папа, дядя, Вася, Петя и еще кто-то. Я имею власть поступать так или иначе. И теперь, Библия говорит, Он, имея эту власть, идет на крест, идет на древо. Давайте прочитаем еще раз в других переводах 19 главу Иоанна. 19 глава Иоанна. Аллилуйя. Иоанна, 19 глава, стихи, стих с 9 стиха. Он вернулся в штаб и спросил Ишуа, откуда ты? Но Ишуа не отвечал. Тогда Пилат сказал ему, ты не желаешь говорить со мной? Неужели ты не понимаешь, что в моей власти отпустить тебя или велеть казнить тебя на стойке? Ишуа ответил, ты не имел бы власти надо мной, если бы она не была дана тебе свыше. Иоанн об этом сказал так. Никто не может взять что-то на себя, если ему не дано свыше, друзья. Послушайте, 19.9. Пилат, услышав это, еще больше испугался. Он снова вернулся во дворец и спросил Иисуса, откуда ты? Но Иисус ничего не ответил. Не хочешь со мной разговаривать? Пилат, говорит тогда Пилат, ты что не знаешь, что в моей власти отпустить тебя и в моей власти распять тебя на кресте? Никакой власти надо мной ты не имел бы, ответил Иисус, если бы не было дано тебе свыше. Друзья, это очень серьезная вещь, о чем говорит здесь Христос. Самое большое проявление власти Иисуса Христа, Ишуа Мессии, было тогда, когда Он отдал свою жизнь. Он согласился ее отдать. У Него был выбор. Вы помните, где этот выбор был? Где? Точно. В Гефсиманском саду Он должен был решить, и это было в его власти. Бог его не заставлял. Это было во власти Иисуса Христа, Ишуа Мессии. Иисус действовал полностью в свободной воле. Я верю, что Он это сделал из-за любви к Богу, но также из-за любви к каждому из нас, друзья. Я верю, что в тот момент, когда Он был в Гефсиманском саду, перед Ним был каждый из нас. Каждый из нас. И Он имел власть отдать свою жизнь. Но, друзья, на этом все не закончилось. Он имел власть принять эту жизнь. Назад. Смотрите. Библия говорит нам. После того, 28 стих, Иисус, зная, что уже все совершилось, дозбудится Писание, говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на и соп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось. И, преклонив голову, предал дух. Но как тогда была пятница, то идея, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий. Просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Почему великий день был? Почему великая суббота? Потому что был Песах. Пролитие крови. Песах говорит нам о совершенной, полноценной, драгоценной, величественной власти Бога. В Песах Бог поражает, давайте посмотрим, первенцев египетских, от животных, животных даже, насекомых, всех первенцев, всех, до человеческих, до первенца фараона. Песах Бог поражает всех первенцев египетских. И смотрите, что происходит. Исход, 12 глава. Аллилуйя. 12 стих. А всю самую ночь пройду по земле египетской, и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь, власть. Он говорит, я произведу суд. Как произведу суд? Как? И будет у вас кровь знамением на домах. Через кровь, с одной стороны Бог защищает людей, с другой стороны производит суд. Еще раз. Через кровь, через пролитие крови. Поэтому, когда в Торе приносились жертвы, которые были угодны Богу, но никогда не могли сделать нас по-настоящему до конца свободными. Поэтому, что происходило, друзья? Друзья, священник или первосвященник возлагал свои руки на животное, на этого агонца или на козла и передавал все грехи Израиля. То есть, что происходило? Потом жертва. Друзья, так вот, Израиль освобождался от грехов, а жертвенное животное было, что судимо Богом. Бог судил. То есть, если нет крови, то есть суд. Если есть кровь, то суд превращается в милость. Еще раз. Суды по-любому придут. Без судов не будет. Бог справедливый судья. Если вы думаете, что Бог гуманист, вы глубоко ошибаетесь. Бог негуманный Бог. Самый гуманный суд это в Советском Союзе. Да здравствует суд. Самый гуманный суд во всем мире, как он там говорил в этом фильме. Друзья. Так вот. Послушайте внимательно. Это очень важно. Суд приходит всегда и везде. Ну, для некоторых людей суд превращается в милость из-за крови. Вы сегодня можете спросить, почему же тогда Израиль находится под благословением? Вы же видите, что в Израиле благословение? По-любому. Потому что кровь еврейского мессии пролита за Израиль прежде всего. Друзья. Прежде всего. За Израиль. Потому что, понимаете, в Израиле немного работает по-другому, нежели это работает в народах. Смотрите. Народы должны принимать мессию для того, чтобы суд превратился в милость. А Израиль возлюблен, так написано 11 глава римлянам, из-за отцов. Понимаете? Из-за отцов. И он Израилю говорит, я тебя избрал не потому, что ты такой великий, крутой народ. Я тебя избрал, ты самый малочисленный народ был. Для того, чтобы явить на тебе свою милость. Это избрание. Избрание, друзья. Так вот. О язычниках же написано, с другой стороны, что Бог отверг Израиля для того, чтобы помиловать язычников. Для того, чтобы они вошли тоже в то число спасенных, которые Бог приготовил. Друзья. Так вот. Здесь написано. Я всю самую ночь пройду по земле египетской, поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь. И пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Потрясающе. Потрясающе. Друзья. Знак. Знак. Друзья. И увижу кровь, и пройду мимо вас. Не будет у вас язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Потому что кровь это знак. Знамение. Аллилуйя. Нам очень важно об этом знать, друзья. Если вы хотите ходить во власти Иисуса Христа, вам нужно почтить Его кровь. Суд, который должен был прийти в наши жизни, он обратился нам в милость из-за крови Иешуа Амашиаха. Потому что кровь. И помните, Израиль говорит, кровь на нас и на наших детях. Кто-то превратил кровь Иисуса проклятием для Израиля. Но на самом деле, в то время равен и даже не понимая, первосвященники и священники, говоря, кровь на нас и на наших детях, провозглашали на себя благословение, друзья. Потому что, он говорит, я, во-первых, пришел, во-первых, для погибших овец дома Израилева, во-первых. Но если бы Израиль принял его, то тогда язычники остались бы опять без Бога. Поэтому у Бога есть великий план. И нам не нужно много пытаться и стараться спасать Израиль. Нам нужно проповедовать Евангелие всем нашим братьям-евреям. Но пытаться по плоти это делать и заставлять их не нужно. Потому что у Бога есть свое время и свой срок спасти наших братьев по плоти. Мы должны быть свидетельством. И каждый, кто видит нас, должен читать письмо Христова, письмо Мессии. Это да, друзья. Хорошо. Скажи, я себя хорошо чувствую. Скажи, я исцелен. Рана Мишуа. Из-за крови. Я защищен. Я охраняем. Я под милостью. Я под благостью. Я в Божьей любви. Я в Божьей защите. Бог Отец, благодарю Тебя за кровь. Ишуа Мессии. Давайте дальше. Сегодня мы расчленим сатану. Он не сможет двигаться. Он боится крови. Он ненавидит кровь. Ненавидит кровь. Потому что кровь говорит ему о его поражении. Почему сатана сказал через людей, слезь с креста? Других спасал. Спаси себя. А, вы, наверное, не слышали никогда, почему. Потому что в этот момент капли начали капать кровью. Карабашан, карабасия, лакатарабо. И когда только первая капля, бум, упала. Ты хочешь проповедовать? Аминь. Когда правильно земля была освящена. Молодец. Смотрите, что произошло. Смотрите сюда. Быстрее, быстрее, быстрее. Правильно. Земля была освящена. Нет, ты мне не мешаешь. Ты говоришь классные вещи. Земля была освящена. Послушайте внимательно. Моментально Божий суд сошел на сатану. Моментально. И Библия говорит, что князь века сего, ты правильно говоришь, был осужден. Теперь слушайте внимательно. Слушайте внимательно. В этот момент сатана понял, что он сделал ошибку. Первая капля только когда. Первая капля. Есть версия, есть версия, есть версия, что с этой Голговской горы была трещина в пещеру Еремии, где в пещере Еремии был спрятан ковчег завета. И что кровь Ешуа, которая стекала, а вы должны были понимать, что кровь стекала постепенно. Но она текла. Вы должны были понять, почему умер Ешуа. Он умер из-за того, что кровь у него закончилась. Значит, сколько крови есть в теле человеческом? Пять литров крови было достаточно, даже три литра, для того, чтобы она стекла туда, по этой трещине, на крышку ковчега, на крышку ковчега. Друзья, кровь, кровь, я переживаю сейчас по мазанию. Кровь коснулась крышки ковчега. Кровь Иисуса Христа, Ишуа Месси, коснулась крышки ковчега. И пришло прощение, пришло искупление. С одной стороны, пришла милость. Но милость не просто пришла, милость пришла через суд. Бог судил Своего Сына на кресте за всех нас. Но что понял Сатана? Сатана понял, что так не может быть, что Сын осужден и останется осужденным навсегда. Он понял, Сатана, что Сын воскреснет из мертвых. И поэтому он говорит, слез с креста! Друзья, я вам сейчас скажу одну вещь, может быть, вы не слышали. Когда Сатана говорил, через людей слез с креста, он знал, что Иисус может это сделать. Вы меня не слышите. Ты и я не могли бы этого сделать. Вы помните, когда Петр отрезал ухо у слуги? Иисус возложил руку, и ухо выросло. Как вы думаете, Иисус мог с креста слезть? Но он говорит. Бог мой, для чего ты оставил меня? Знаете, что происходило в Египте? Я говорил вам в субботу. Это вся земля наполнена Его славой. Каждый миллиметр, везде, где бы вы ни пошли, там Божье присутствие. Давид говорит, даже если сойду в Шеоль, в преисподнюю и там ты. Бог везде. Нам это непонятно, но я в это верю. Так слушайте внимательно. В тот момент, когда Бог излил свой суд на Египет, Он забрал свое присутствие от Египта, но Его присутствие было мощным из-за крови внутри домов израильских. Поэтому там была смерть, а там была жизнь. Аллилуйя. Из-за крови мы имеем в своей жизни святой дух. Благодаря крови, друзья, мы имеем жизнь и жизнь с избытком. Враг пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Вы знаете, что такое избыток? Ну, вы можете сказать, что это финансы. Я с вами согласен. Да будет вам по вере вашей. Но избыток, друзья, это помазание Святого Духа, который есть ответ на все, в чем мы нуждаемся. Аллилуйя. Это сила Святого Духа. Потому что все, все, все ответы находятся в силе Святого Духа. Теперь слушайте. Но так, как тогда была пятница, у нас пятница служения, помните вечера, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, у первого перебили голени, у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тот час истекла кровь и вода. И тот час истекла кровь и вода. И слушайте, что написано дальше. И видевшись засвидетельствовал, и истинно свидетельствовал его. Он знает, что говорит истинно, дабы вы поверили, ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит, возряд на того, которого пронзили. Друзья, Библия говорит нам в другом месте, послушайте, Библия говорит нам в другом месте, что этот сотник, который стоял, сказал, истинно, ты сын Божий. Истинно, ты сын Божий. Вы знаете, что такое истинно, ты сын Божий? Младенец родился нам, сын дан нам. Владычество власть на раменах его. Друзья, как же Иисус вошел во власть? Как же, почему Иисус, я вам проповедовал 28 глава Матфея, подошел к ним, приблизились, приблизились ко мне, говорит, он приблизился к ним и говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Я вам скажу, почему. И за крови, и за жертвы, и за крови, и за жертвы, друзья. А я вам скажу еще одну вещь, когда вы можете ходить в совершенной власти, вам не нужно умирать, как Иисусе. Библия говорит, послушание больше, нежели жертва. И Библия говорит в Филиппийцам 2 главе, что Иисус был послушным до смерти и смерти на кресте и дал ему Бог имя превыше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса склонилось все, небесное, земное и преисподнее. И чтобы всякое колено склонилось и всякий язык исповедовал, что Иисус, слушайте, слушайте, власть, Иисус Господь во славу Бога Отца. Так об Иисусе не только написано, что Он Господь, написано, что Он Господь Господствующий. Где Господствующие, друзья? Господствующие это люди, которые послушны своему Богу до конца. Господствующие это люди, которые господствуют над своей греховной плотью, используя власть, которая принес им Святой Дух и Слово Божье. Господствующие это те люди, которые борются до крови против греха, как написано в евреях, для того, чтобы быть неукоризненными в день Господень. Друзья, господствующие это люди, которые понимают свое избрание и никогда не поменяют свое первородство на похлебку. Господствующие это люди, которые хранят благодать Иисуса Христа в своих сердцах и охраняют ее для того, чтобы этой благодатью и через нее быть покорными и служить Богу. не со мной. Скажи, я здоров. Ранами Иисуса я исцелен. Его кровь свидетельствует в моей жизни, в моей семье, в моем доме, в моей общине, в моем городе, в моей стране кровь Иешуа, кровь Иешуа, Кровь Иешуа. Аминь. Аллилуйя. Хорошо, давайте пойдем дальше. Аллилуйя. Евреям. Евреям. У вас есть книга Евреям? Аллилуйя. А? Мессианским Евреям. Так написано мне здесь. Вторая глава. Аллилуйя. Горе вам, если все о вас будут говорить хорошо. Наконец-таки мы уже сейчас, уже скоро, мы уже будем в новом периоде, в новом помазании. Аминь. Вторая глава Евреям. Десятый стих. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо освящающий и освящаемый все от единого, то есть от Бога. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, вы знали, да, когда-то, что Иисус ваш брат? Вы когда-нибудь размышляли над тем, что Иисус старший брат, который никогда не хочет дать вас в обиду? Кровь Иисуса Христа. Кому-то это кажется, ну так, ну так, может да, может нет. Да, есть война. Да, иной раз мы падаем, к сожалению. Да, иной раз бывают какие-то вещи, когда нам тяжело идти. Но кровь. Кровь делает много вещей. Кровь омывает, очищает нас. Кровь дает нам искупление и дало уже искупление. Кровь поднимает нас, потому что в крови есть жизнь. Аллилуйя. Душа в крови, а в крови жизнь. Кровь Иисуса Христа без греха поднимает нас, омывает нас, очищает нас, оправдывает нас и защищает нас. Поэтому так важно говорить о крови ежедневно. Так важно славить Бога за кровь. Так важно, друзья, высвобождать песни о крови. Так важно благодарить Его за кровь, друзья. Когда что-то не получается, обратитесь, друзья, к Иисусу и благодарите Его за Его кровь. Аминь. Вторая глава. Возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви воспою тебя. И еще я буду уповать на него и еще вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял он и дабы смертью, это власть, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. То есть, друзья, держава определенная. Давайте прочитаем в другом переводе, как это написано. 14 стих. Следовательно, поскольку дети имеют одинаковую физическую природу, свойственную всем людям, Он был подобен им и принял ту же человеческую природу, чтобы своей смертью лишить силы имевшего власть над смертью, то есть противника. Он лишил силы того, кто имел власть над смертью. Аминь. А поскольку эти дети одной плоти и крови, то и Он подобно им стал сопричастен человеческой плоти и крови, чтобы своей смертью лишить силы того, у кого есть власть, причинить смерть. То есть, дьявол. Сильно это переводит. Вау. Причинить смерть. Он его лишил власти. Скажи, лишил власти сатану. Скажи, сатана, ты пораженный враг. Иисус Господь, и Он Царь. Аминь. Давайте вернемся в 19 главу Иоанна. Аллилуйя. Мне это нравится. О, Аллилуйя. Калабаса пралабуриди брекелемо Санто. 19 глава, 19 стих. У вас есть такое? Пилат же написал и надписи поставил на кресте. Написано было Иисус Назарей и Иисус Назарей Царь Иудейский. Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города. И написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Я вам хочу сказать, на иврите было написано Ешуа, Сейчас я вам скажу. Друзья, это значит Иуд-Хей-Вав-Хей. Егова. Яхве. И поэтому они говорят, первосвященники иудейские сказали Пилату, не пиши царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский. Пилат отвечал, что я написал, то написал. Друзья, случайности не бывают. Он говорит, в эту же самую ночь я пройду по земле египетской, поражу всех первенцев египетских и над богами египетскими произведу суд. Я Господь. Егова это Господь. Я вам говорил, что имя Егова дано для земли, для того, чтобы люди получили милость и истины. Но, друзья, есть люди, которые отвергают эту истину и отвергают эту милость. Почему? Не принимая кровь Аганса. Это не работает для Израиля, потому что Израиль возлюблен из-за отцов. То есть, смотрите сюда. Почему для Израиля работает кровь Аганса в положительном плане? Потому что у Израиля есть завет через Авраама. Есть завет через Авраама. Поэтому, друзья, никогда народ не мог быть собран, если бы не было прощения грехов. Это глубокая тема, очень спорная, я знаю. Я знаю, что христианство на протяжении двух тысяч лет говорит обратное. Я знаю, что также сегодня уже римская католическая церковь выпустила такое заявление, что евреев не нужно спасать, потому что они спасены из-за заветов с отцами. В этом есть часть истины. Но то, что не нужно проповедовать евреям, в этом нет никакой истины. Евреям нужно проповедовать, потому что Евангелие – это сила для спасения, во-первых, Иудею, потом и Эллину. Но вот эта часть истины есть в том, что евреи для них работает завет Божий в крови Иисуса. Мы можем с этим спорить, можем пойти в такие церкви, которые говорят, что они не спасены, для них кровь завета не работает. Если бы кровь завета не работала для Израиля, храма нету, как же Бог собирает весь Израиль? Через какую кровь? Через какую кровь? Через кровь петухов, которые в Йом-Кипур над головами крутят? Нет, конечно же. Через кровь Ишуа-Мессия. Понимаете, Бог, Он не хитрый, но Он настолько мудрый, что у Него свои планы на нас, на всех. У нас, конечно, могут быть свои планы, но лучше подчиниться планам Божьим. Аллилуйя. Аминь. Друзья, я вообще сегодня не об Израиле говорю, я сегодня говорю о том, что Бог благ. Но невозможно говорить о том, что Бог благ, если мы не напомним об Израиле. Потому что именно Израиль свидетельство того, что Бог благ. Четыре раза был народ изгнан с этой земли. И все четыре раза Бог его собрал. Ну, тогда было храмовое служение и время храма. Но сегодня служение Нового Завета. Не буквы, но духа. И Библия говорит, что кровь Ишуа, она была пролита здесь, в Иерусалиме. Здесь для того, чтобы искупить и подзаконных, и тех, которые уверуют по слову их впоследствии. И излился Дух Святой на язычников. И Петр, и все ученики были удивлены и сказали, о, дар Святого Духа сходит на язычников, как и на нас. Из-за чего? Из-за крови. Друзья, почему первые апостолы были успешны в своем служении? Потому что они говорили о крови очень много. Потому что они говорили о том, который отдал свою жизнь и воскрес из мертвых. Он говорит, я имею власть. Почему ты имеешь власть? Потому что я царь иудейский. Потому что я сын, у которого владычество на раменах его. Потому что я люблю отца моего. Поэтому отдаю себя за них совершенная власть проявляется в любви. Любовь начинается со слов, но любовь всегда подкрепляется делом. Если любовь не подкрепляется делом, то это не любовь. Это пустые слова. Друзья, поэтому когда вы хотите в следующий раз действовать во власти Иисуса Христа, знайте, что я сегодня говорил о крови, будем еще об имени говорить, что в имени Иисуса есть власть. Но очень интересно, что не часто верующие люди к сожалению видят, как власть Иисуса Христа проявляется в их жизни. Почему? Потому что нужно быть послушным Господу. Потому что нужно верить в кровь Иисуса. Друзья, мы не можем верить наполовину в кровь Иисуса. Один раз я верю и я споткнулся, теперь не верю, у меня что-то получилось, я не верю, а потом я верю. Мы избирательно верим в кровь Иисуса, когда хотим верим, когда хотим не верим. Друзья, есть такая вещь самоправедность называется, кто-то споткнулся, упал, кто-то споткнулся, упал, и вместо того, чтобы обратиться к Богу с покаянием и поверить, что кровь, кровь Его Сына очищает и омывает от всякого греха, что Бог верен и праведен, чтобы что сделать, простить нас за всякий грех, мы что делаем? Мы начинаем один раз помолились, мы не верим, что Он просил нас, второй раз молимся, потом третий раз молимся, уже десять раз помолились, а заодно и то же. Но самое лучшее освобождение, знаете, как происходит? Через то, что мы учимся. Мы учимся Слову Божьему и на уровне нашего ментального мышления, на уровне нашего разума, на уровне нашего знания мы получаем освобождение постепенно. Это освобождение самое лучшее. Это освобождение, которое мы приобретаем через то, что мы вникаем в себя и в учение. Занимаемся с ним постоянно, делая так, спасаем себя и слушающих нас. Так говорит Писание. Еще много твердынь, которые Бог хочет разрушить в нашей жизни. Есть твердыни, есть так называемые твердыни под названием отвержения. Есть так называемые твердыни под названием обида, есть так называемые твердыни под названием гордость, есть так называемые твердыни под названием сплетни, есть так называемые твердыни под названием зависть, есть так называемые твердыни под названием страх, есть так называемые твердыни под названием самообман, есть такие твердыни под названием самоправедность, есть такие твердыни под названием самоосуждения. Есть много твердынь, от которых Бог хочет освободить нас из-за крови. Когда Он говорит, посмотрите на меня, помажьте перекладины и косяки дверей, Он имеет в виду, помажьте сердце и разум ваш кровью. Аллилуйя. Косяки дверей это мезузод, это сердца, перекладины, это разум. Если сердца и перекладины наши помазаны, то тогда все будет хорошо. Скажи, я здоров во всех сферах жизни. Кровь Ишуа, она за меня пролита. Она работает для меня. Я отделен через кровь Ишуа. Я освобожден через кровь Ишуа. Я искуплен кровью Ишуа. Я защищен через кровь Ишуа. Кровь Ишуа говорит больше, нежели Авелева. Через кровь Ишуа я имею доступ к великим обетованиям Божьим. Я имею доступ в тронный зал Бога через кровь Ишуа. Я прихожу к престолу милости и благости. Через кровь Ишуа я ходатайствую на земле, как мой Господь Ишуа ходатайствует на небе. Я спасен, исцелен, обновлен, защищен, оправдан, очищен, искуплен, принят через кровь Ишуа. Бог стал моим отцом из-за крови Ишуа. Я стал детем Божьим из-за крови Ишуа. Кровь Ишуа открыла мне доступ к имени Ишуа. Я имею власть наступать на змей и скорпиона и на всю силу вражью. Ничто не повредит мне. Во имя Ишуа я покрываюсь кровью Ишуа. Я покрываю всех своих близких и дальних кровью Ишуа. Я покрываю свой дом кровью Ишуа. Я покрываю свое имущество кровью Ишуа. Я покрываю свою семью кровью Ишуа. Я покрываю свое место работы кровью Ишуа. Я покрываю свою общину кровью Иешуа. Я покрываю свой город кровью Иешуа. Я покрываю свою страну кровью Иешуа. Аминь.